На пистолет нужно разрешение, арбалет слишком громоздкий, а вот трубочка с дротиками – самое подходящее оружие для партизана. Подростки с энтузиазмом осваивают необычные приемы борьбы с противником. Это оружие называется дротики, используется для бесшумного поражения целей, медленного и быстрого эффекта. Военно-патриотическая акция от ДСАФ России по Самарской области – это десятки площадок со стрельбой, выставкой оружия, настоящая боевая машина, в кабине которой можно прокатиться. Уроки экстремального вождения для тех, кому уже можно за роль. Те, кому еще нет 18-ти, задором прыгают в длину и перетягивают канат. Сам я хочу стать военным, чтобы защищать свою родину, чтобы не было стыдно. 23 февраля – День защитника Отечества. Это мое день рождения. Я будущий защитник Отечества. Хочу стать военным, защищать свою родину, стоять на границе. Готов к защите Отечества – акция, которая каждый год принимает в свои ряды все новых добровольцев. В секциях ДСАФ бесплатно занимаются почти 2000 мальчишек и девчонок. Стрельбой, охотой на лис, военно-морским многоборьем – именно так, по мнению организаторов, праздником можно и нужно развивать в новом поколении чувство патриотизма и любовь к родине. У нас будет уважать только тогда, когда мы будем сильны, когда у нас будет сильное государство, сильная армия. Государство, оно сильно тогда, когда есть консолидация, сплочение общества, сильная армия и высочайшее чувство патриотизма. На военно-патриотическом празднике, приуроченном ко дню Защитника Отечества, не обошлось, конечно, и без полевой кухни. Набегавшись по площадкам, ребята с аппетитом угощались кашей и горячим чаем. Анастасия Зубарева, Мариана Мирная, Станислав Левин. События.